Субтитры делал DimaTorzok 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 И все будет у него хорошо Да, но вот все-таки год, как мне кажется, потравится в мид Ну, трисманчик, два тангуса, такой запак как раз мидовый Кого будет Сларк? Сларк должен себя очень хорошо чувствовать на Изи Лейне, потому что его там будет очень трудно законтрить, ну, по крайней мере, одним паком. Что делать паку, я не знаю. А пак здесь очень легко может даже отъезжать, если сделает какую-то ошибку. Получит паунс в лицо, потом сразу стан и дазл еще ему поможет команде морально. Ну, на самом деле, главное, чтобы у него всегда была арба и шифт. Если он нечаянно потратит арбу так, что получит стан в это время от венги, то это, скорее всего, труп стопроцентный будет. Каково здесь будет Кентавру? Во-первых, Скай, который будет его гонять постоянно. Во-вторых, Рубик с контролем. И стоит он против Ликантропа. Соответственно, Ликантроп дает хауль, и они начинают наваливать его очень больно. Поэтому то, что здесь Кентавр получил экспиренс, это не факт. Возвратку сразу берет Кентавр, чтобы даже когда его там тыкуют суппорты, они тратили на это дело реген. Скай под хаулем и первым арканом наносят слишком много урона. Это несопоставимо с тем, что он получает. Поэтому первая задача такая, знаешь, размять тангусы у саппортов. Потому что у него, у Кентавра их 8, у саппортов, конечно же, меньше, потому что они тут миллера где-то подкормили на тангусике. Ну что, в метле противостояние Некрофос против Шторм Спирита. Пока Год намного сильнее выглядит. Уже 5 крипов есть. Хотя вот Шторм последнего не засхитил, но Шторм больше доняет. Это видно. В то же время под Диген Аурой просто по умолчанию стоять не очень прикольно. Который Год прокачал сразу же на первом левеле. Ну это стандартная прокачка. Качается также через Кайлы. Очень больно здесь Шторм Спириту. Шторм Спириту сейчас приедет баночка. Или не приедет. А он не нафармил на баночку. Он еще не нафармил на банку. У него 6 крипов взято. Кой-кой большие проблемы. Потому что подходить к крипам сейчас очень опасно. И как их добивать он тоже не знает. Потому что у него тангус откажется только через 10 секунд. Год заходит просто на хайграунд и стоит здесь. И приходится отходить на базу. Я уже сейчас могу сказать, что... Нет, что-то приехал. Он тебе фласку принес. Ну, скорее всего, кто-то из суппортов просто скоро сразу ее заюзал. И он продолжает уже стоять. То, что он, собственно, полностью с нулем пришел. Мы видим, что у него не получается взять фастбанку. И Год эту линию выигрывает. Год сейчас выигрывает очень сильно. Шторм Спирит слишком много времени потратил на контроль своих КП. Чтобы не умереть здесь быстро. Ну и Кентаврик. Кентаврик пока неплохо. Почти четвертый уровень. Что-то даже тут полластхитил 6 крипов имеет. Гораздо больше, чем ПАК, скажем так. Потому что ПАК на топе 2-0. Ничего сделать не может. Принес себе ботинок. Потому что как бы заход в сайдшоп ему не светит. В ближайшее время против этой триплы. Задача ПАКа здесь просто грести экспиринс. Больше ничего. То есть то, что надеется, что он нафармит, это бесполезно. Что он может сделать, это не умирать, чтобы ему накапало на даггер. Но в то же время 2. Только второй левел имеет. По сравнению с тем, как отстоял Кентавр, это достаточно плохо. Вот сигналят на Кентавра. У Кентавра сейчас дилемма. Делает ли ТП-аут. Ему, скорее всего, придется делать ТП-аут. Делает ТП-аут, скорее всего, на Т1. Или нет? На базу улетает? На базу. Немножко перестраховался. Он мог спокойно сделать ТП-аут на Т1. И оттуда, собственно, вернуться сразу на линию. И получается новый экспириенс. Вот сейчас двинется лейн в сторону команды Тим Тинкер. Они должны это прекрасно понимать. Там, смотри, Джеракс наполучал от крипов уже. Волки вот спасают, кое-как зажали его два крипа. Ну и Шторм Спирит в миде. Наконец-то к нему едет Ботл. Чуть получше он себя сейчас будет ощущать. Некрофос немного обходит его по экспириенсу. 14-5 против 11 на 7. Но вот год пока что переластхичивает. Будет сейчас обуз Ботла. В данный момент год как бы на миде против ранжевого героя ластхитит точно так же, как Эликонтроп на фрифарме абсолютно. Эликонтроп, конечно. Ой, и Табл Эдж, это ФБ. Это ФБ, который мы не пропустили. Да ёш-пэтиш. Да я пять просто. Увидеть ФБ это не часто у нас такое получается. В любом случае. Там еще год пытался Куру убить. Конечно же у него не получилось, потому что там уже флайн-курьер. Койква просто боттл кровит себе. А вот буст Кентавру от этого ФБ очень-очень ощутимый. У него практически сразу появляются Транквилы, с которыми ему будет стоять гораздо веселее. Кентаврик сейчас получил почти пятый уровень. Это означает, что у него будет третий Дабл Эдж. А это означает для саппортов, что им лучше не подходить. Потому что тот же Рубик сейчас рассыпется моментально. Как так получилось, что Кентавр выцепил в лесу соло Рубика, это опять же непонятно. Ну что. Смотрим дальше. На топе в это время фрифармит Сларк, имеет самый большой крипстат на карте. Как бы Пак ему ничего здесь рассказать не может. И во что пошел сразу... Не Пак, прошу прощения, Сларк. Сларк, 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 Сларк. БЗЗ, что у БЗЗ там появилось? Да Мидос он должен собирать. Нет, он собирает ПТ. Все грамотно делает. Прекрасно понимает, что если Ликантроп сейчас начнет давить на ранней стадии, ничего с этим не поделать. Поэтому лучше собраться немного в статы на выживаемость. Ликантроп идет в фаст Владмир. Тут тоже все объяснимо. Нужно уйти в леса, нужно пофармить Рошанщика, потом собрать себе Некрачей и с этим идти давить. Единственное, что им не светит, это быстрый Орчет от Шторм Спирита. Шторм пытается заивейдить. Потратил уйму манны непонятно для чего. Все равно этот дэмэдж он получал 100%. В год фармит Крепочков. Манна Реген здесь неплохой. Во-первых, за счет пассивки. Во-вторых, за счет Ботла. Четыре стака пассивки. Ему практически пол маны регенят. Ну и вот они Транквилы у Кентавра. Которые дают ему армор. Ему будут постоянно, правда, пытаться волками эти Транквилы сбивать. Но в данный момент у него и так фулл хп, поэтому это ему ничего не делает. А когда он будет отходить регениться, он будет отходить за тавр, и там волки ему ничего не сделают. То есть, когда он захочет отрегенить хп, это ему никак не получается. Сейчас, возможно, будут пытаться как-то закрыть Кентавра на нижней руне. В то же время здесь ловят пака и через ульт его забирают. А Кентавр спокойно уходит с нижней руны. Ну, у Кентавра вообще скоро появится ультимейт, и у него станет все шоколадно. 2-0 становится в пользу Virtus.pro. Как-то неуверенно играют сейчас Team Tinker. Никой агрессии от них по карте нет. Несмотря на то, что у них Sky и Рубика вроде как саппорты такие, с которыми можно дизейблить и убивать. У саппортов практически нет левела. Этот SkyRafmack второго левела в то же время, посмотри, каких левелов... Вот врыв на кода. Подтащили. Но там стики, и там будет подхил. То есть, сейчас должна винга давать стан. Пошли стики. Пошли коэлы. Здесь же Dazzle, и надо спасаться бегством. Очень больно здесь Рубику. Рубик погибает. Погибает. Я был уверен, что он выжил. Но уже четвертый левел все-таки у Некрофоса этого скилла, и он достал его. Тут у Рубика хп, наверное, 5 сотен где-то. И Койл ему сносит это 250. Да, 568 хп. Это на пол здоровья ему бьет Некрофос. И плюс там немножко ауры по ВЖГ вагал. Тут точно 50% урона где-то, пока Койл к нему летел. Что, и в принципе оставили Ликонтропа одного против Кентавра. Кентавр может его погонять. Да, попытается сейчас застанить. Стан. Тычка. И Дабл Эдж давать почему-то не стал. Побоялся. Я не знаю, кстати, почему. Потому что увидел уже Скай Рафа, который, собственно, сам за пришел. Скай для него сейчас небольшая проблема, потому что Скай все так же по-прежнему третьего уровня. Все по единичке прокачка. Единственное, что может подстанить. Точнее, подстанить. Слоу кинуть небольшое. Ставит агрессивный вар. Теперь будет видеть. Ну, Транквилы включились. 14 регина почти в секунду. И у Седова с этим проблем нет. Да. Ловят. Это минус. Телекинез. Откинули не туда. Надо было откидывать на суппорта. На суппорта, чтобы он как раз не контрол развернулся и ушел. 4-0. ВП очень-очень сильно давит. Год Миддл переиграл. У него уже ПТ, но у Талисман 7 сотен на руках собирает Мекку. Тут, опять же, непонятно, кто еще давить сейчас пойдет на ранней стадии. Если ранняя Мека появится у Некрофоса, то Кентавр, Сларк и так далее под Дазлом они будут просто неубиваемые. Сларк 1200 на руках. Может быть, барабаны, а может быть, все-таки пойдет в Миддос после ПТ. Посмотрим. В любом случае, поскольку у него хорошо отыграла команда на всех остальных линиях, вот сейчас появляется Владимир у Ликантропа, но все остальные линии были как бы проиграны, то он может позволить себе и Миддас купить в этой игре. Ну вот, Миддас уже сейчас смотрится более-менее, зная то, что тебя сейчас шустро толкать не пойдут, потому что нечем, потому что лейн переигрался. Ультимейт у Кентавра через 3 секунды. Нужен какой-то вижен на Рошане, потому что появился Владимир, Ликантроп начинает фармить Лиса и здесь Скай должен получать экспиринс. Будет пытаться быстро вывести себе Мистик Флеер, с которым хоть что-то на карте будет делать. Кстати, левелов на самом деле с упортом в ВП тоже очень не хватает. Вот постоянно были, стояли они на этой линии втроем, делили сильный экспириенс, после чего Роумит начали, тоже экспириенсы не слишком много и они тоже там 3-4 левелов. Ну что, Сларчинский, 1600. Не покупает пока рецепт на Миддос, это значит даггер будет. То есть он будет выфармливать сейчас даггер до конца, либо пойдет в ультрабыстрое Скаде. Но даггер, наверное, интереснее будет смотреться в ситуации, когда ваша команда давит. Он сейчас сможет под ультом Кентавра и Шторм Спиритом врываться на любой лейн и пытаться там навести шороху. Кентавр также имеет 1200 на руках и в скором времени у него также появится даггерок. Ну вот же вот он в миде. Куда у нас делался Некрофос? Извиняюсь, под Шторм Спиритом. По Некрофоса, конечно. Некрофос вот-вот будет с Меккой. Некрофосу еще до рецепта осталось где-то 600 с копейками дофармить. Кентавр тоже получает свой фарм. 19 крипов. Имеет смысл, наверное, уже переключиться на Нетворф. И смотрим, да, конечно, в пятерке топовых. Три героя ВП, причем двое занимают первой строчкой. Да, преимущество Виртус Про по золоту на 10-й минуте уже составляет 3000. По экспириенсу то же самое. И это печальный знак, то что начальный лейнинг очень сильно переигрался командой Виртус Про. Даггер сейчас появляется у Сларка. И какие-то дохлые саппорты а-ля SkyMage начнут погибать, потому что у них 625 хп. Даггер, Паунс и Дарк Пакт это минус. Видишь, что развернет на косте. Здесь же Ликантроп с Ладмиром. Рошан все еще стоит. Силикан восьмого, да. И с фармом Лисов у него уровень не будет отставать от остальных. Кроме всего остального и уже и у Кентавра через где-то 600 голды появится Даггер. Ну тысяча почти надо ему, но в любом случае ему здесь никто не мешает. Это он выформит. Кентавр восьмого уровня на оффлейне. Точно такого же, как Ликантроп с Лизелейном. Пак пытается подфармить. Забрал большого крипа. Вот жук. В то же время за... Что будет врыв? Да, пошел врыв. Стан. Еще один стан. Идабл Эйдж. И забираем. Отлично играет. ВП просто правильно понимает, что у них герои могут очень быстро разобрать, забрать кого угодно на карте. Особенно, когда там остается Соло Рубик стоять нижнюю линию. Ну, это пытаются дать ему на Экспице на шестой. И тут, как бы, не дело в том, что его оставили в одного, мол, отстаиваю. И ему просто давай Экспице. Нет, это конечно понятно. Но в то же время этим надо пользоваться. Скай в миду тоже стоит. Пытается получить шестой Алькантроп. Фармит Лиса. Будет пытаться вынести себе Некрачей. Хотя он уже немного опоздал. Как по мне. Что здесь Сларк уже сто процентов. А нет, он идет вообще в Шадоу Блейд. Правильно, можно и так. Так, поворот, поворот просто. И вот он, Шадоу Блейд уже есть. После этого крипа. Я думаю, он тут же пойдет его реализовывать. Наверное, даже не покажет. Поскольку он ему прилетит полностью уже собранный. Он его привинсит от себя и тут же пойдет гангать. По всей карте. Ну, на самом деле, Тим Тинкер не глупые ребята. Они прекрасно понимают то, что у Сларка из фрифарма не может быть даже в теории так мало айтемов. То есть, ПТ есть. Они думают, что у него есть даггер. В теории думают, что где-то в куре лежит. Или еще где-то украл Рубик Дабл Эдж, я так понимаю. Да, украл 4-го левела Дабл Эдж. Посмотрим, как он будет его использовать. 400 хп, когда у тебя же 144. Опасности, мне кажется. Да, я нечаянно кнопку перепутал, скуклился. Он даже уже 5-й. Сапог, 700 на руках. Собирать будет либо медаль, либо что-то посерьезнее. Мека уже, наверное, и есть, да. И Некрофос стоит спокойненько фармить леса. Есть 11-й уровень. 6-тысячный Творца. Жотм. Свап через одного крипа появится. Попытка спануть БЗЗ. Тычечки. Ну, вот это, знаешь, что это называется? Это называется жадность. Жадность, то, что себе не принес за это время Shadow Blade, который уже давно лежит. Да, он бы сейчас нажал Shadow Blade, отстоял спокойненько Dream Coil. Либо даже разорвал его и ушел только в куда-нибудь в сторону, чтобы по тебе 100% фарбой не попали. Вот так решил. Кентавр. Бойцы Даггер. ТП на ботом. И Гот, скорее всего, сейчас будет реализовывать ультимейт. Отправлять кого-то в таверну надолго. Второго левела он уже. 11-й левел. Некрофос отлично себя чувствует и по голде, и по экспе. Собранная мекка после мекки еще 800. Топовый нетворк на карте 6200 почти. Даггер запрыгнул, чековарош. Она понимает, что если запрыгнул и даже там был ликантроп, то он ему ничего не делает абсолютно. Что здесь уже 1100 хп и 9 армора. Ну что, вот он Сларк выходит в Смоке. Во втором слое Сумрака. Смок плюс еще инвиз свой. У него да, есть третий слой Сумрака. Да, вот это вот пацан вообще... Он непреодолим уже когда. Здесь Смок и инвиз можно заканчивать. Они делают рэп-раунд, пытаются найти ликантропа, который, они думают, где-то здесь фармит. В то же время ликантроп на аншентах. Подходит вот сейчас Гот к вышке, начинает ее толкать, пошел фортификейшн, все ждут. Хотя бы одного ТП. Это прям-таки откровенный... На топе в это время прыгают на Даззла. Даззл там должен очень быстро умирать. А есть чем сбить? Да, Дримкоил есть, Даззл погибает. За Даззла забирают вышку в медле. И пойдут, скорее всего, даже дальше. Я вот думаю, что Виртус Пром могут себе позволить сейчас идти на Т2. Хотя ВП могут сместиться на ботом на Т1. Но, как по мне, так, наверное, лучше бы пошли толкать Т2. Рубик получил седьмой уровень уже. По-прежнему сидит с дабл-эджем. Ничего полезнее пока не нашел. Да, у него давно никто не появился. Появляется Рун Регена. 5-2. Главное, ВП сейчас не останавливается. Появился вот этот Шадоублейд на Сларке, который надо реализовывать, так как он дивидендов никаких не приносит. Ликантроп уже вышел на второй Нетворс. Он фармит не уставая. Есть первые Некрочи, до вторых совсем-совсем чуть-чуть. Ну и вот Гот продолжает бить-бить Крепочков. 800 на руках. Ему что-то летит. Ну вот, собственно, Скайрафт Мак только что нарисовал. Да, они все в нашем лесу. Гоупушт их тавер. В то же время ребята уже сразу перемещаются. Т2, ТП на Т2. Один человек идет через лес. Это Даззл. БЗЗ. В Шадоублейде пытается зайти, находит таргет и может его сожрать. Он может не совсем прочь и дальше, что здесь. Нет, он его сожрет по-любому. Даже не есть Шадоубейд, и он просто уходит. То есть его подцепить здесь нечем. Рубик отсюда никуда не уйдет. Украл. Ультимейт пытается уйти. Получает позже на тач и стан. Дабл Эдж. Под минус армором. Отлично. Дабл Кил от БЗЗ. У БЗЗ уже полторы тысячи на руках. Есть стики в ласточке. Его сейчас отпаят. Скушно стики. Ну, хп смысла останавливать нет. Ему бы манки здесь. Это было бы великолепно. Должны разменивать тавр. Ну, Шторм Спирит занимается тем, что останавливает пачку крипов. Пытается добрать себе второй обливион став. Делает тп-аут. Вышка здесь, наверное, должна падать. Хотя... Все отошли. Проблема в том, что Сларк достаточно манозависимый герой. У него вроде сплы мало стоят, но манопул достаточно маленький. И еще и тратить постоянно 75 маны на Шадоублейд. В этом отношении Даггер как бы эффективнее. Потому что он маны не стоит. Просто не собрал себе ни стиков, ничего. То есть были бы... А, не стики, не стики. Аквилы, я имею ввиду, нету. То есть никакого подрегина МП. Там один с небольшим единицей. Это очень-очень мало. Ну, я думаю, что Сларк скоро к этому придет. У него, скорее всего, сейчас начнут появляться ультиматуры. А вот это вот замечательно. Только что был потрачен ульт Некрофоса, и его украл Рубик. А причем он его накрыл. Да, собственно, потом Некрофоса на 80 секунд и отправил. Сейчас уже 69 осталось, но... Вот такая вот была драка. Потратили все. На самом деле, непонятно, что здесь сделал Год в соло. Чужой лес. Почти под Т2. Находится Некрофос, который топ-1 по Нетворфу, и, соответственно, может фидануть. Кстати, Шторм Спирит его уже догнал. Шторм Спирита 2 Бливионстафа, и Орчид появится прямо сейчас. Поэтому... Сейчас 4 игрока находятся практически на одинаковом Нетворфе, и да. То есть то преимущество небольшое, которое у ВП была, они со смертью Года теряют. Что, Даззель? Даззель сейчас будет страдать очень сильно, если Шторм будет врываться в него. Да, здесь, в принципе, любой будет страдать очень сильно. Та же Венгар рассыпаться моментально будет. Орчид уже есть, это 18-я минута. Не самый поздний, с учетом ПТ, Стиков и Ботла. Вот, Байт на Синг-Синга на Скай. Синг-Синга играет на Скай. Интересный выбор. Что тут происходит? Ничего не происходит. Старк опять ищет таргет. Как я и говорил, появляется Ультимей Торп. Будет пытаться найти сейчас Ликантропа. Уже за ним идет... Ликантропа ничего не сделает в соло. Идет Гентавр там же. А ну, Шэдоблэйд закончился. Сейчас будет ждать отката. Его, кажется, здесь увидели. Вторые Некра уже летят к Ликантропу. Бульба в смоке тоже пытается найти какой-то таргет. Должны пушить Мидл. Ну, Койкова стоит и расстреливает. Попытка Даная не удалась. Шторм Спирит, тут же врыв. Видит Даззла, пошел Орчид, потащил. Ремнант, Пак. Ну, подставился здесь Даззл и погибает. Тысячка от позастрей просто уходит. Ты не просто уходит такой. Укусил такой типа. Я мол, тебя вижу, но я тебя прощаю. Ты Даззла моего обидел? Да, мы видим, что у Некрофоса Пойнт Бустер в стэше лежит. У Гогер Клаб в кармане. Собирать он будет, я так понимаю, Аганим. Либо он решил собирать БКБ сейчас. Передумал после какого-то того файта. Два Смока появляются у Тинкеров. Сейчас, возможно, соберутся и будут что-нибудь интересное пытаться исполнить на карте. Здесь Волком палит всю эту контору лесную. Ликантроп. Типы на топ. Кого-то будут цеплять. Залетает сюда Некрофос. Подтащили. Пак. Сайланс. Рассказ от SkyMajer. Мистик Флэйр. И снова в таверну. Причем, опять же, в его же Том. Это обидно, кстати. Еще и Винга погибает. Ну и вот Виртуз Про начинают сыпаться. Чем-то они не напоминают своих младших братьев Астус Пор. Ликантроп начинает пушить. Начало игры было чересчуром уверенным. Переиграли по всем лейнам. И сейчас уже преимущество у Тим Тинкер в 1000 золота и в 2000 экспириенсов. Пушится Т2. Некрофос дефать не может. Некрачи, я так понимаю, уже второго уровня. А, уже третьего даже. А, уже большие и крупные. Большие и крупные наносят уйму дэмэджа. И монобёрнет мы видим поскольку. Нормально. Да, нормально очень. С Ларгой осталось. Рубика никого-то не хватило опять с ультом Некрофоса. Это было бы вообще обидно. Наказание. Ну, на самом деле, у него просто он уже прошел. Не то, чтобы он там умирал и терял его. Просто прошел у человека, у Некрофоса. Закончился. И мы видим, что ситуация абсолютно противоположная тому, что было вот буквально несколько минут до этого. Первые 10 минут были чисто за Virtus.pro. Полностью в одну калитку. Они истязали все лейны. У них отлично отстаял флейнер, отлично отстаял мидер. У них собрался Shadow Blade. И потом началась какая-то полная фигня. То есть, соло киллы. Понятное дело, что Шторм спирит с Орчидом начинает играть. А Шторм начинает сразу идти в Хиксулю. Увеличивает мана пул свой. Увеличивает дэмэдж с руки, которым отлично отстаял. Надо затыкивать. В принципе, Койко действует очень грамотно. Кстати, Койко сразу пошел в Хикс. То есть, еще больше десейбла хотят в команде, чтобы не раскастовывались игроки в ВП. Будет он только прыгать. Там Кентавр сзади. В инвизии или просто? Увеличивает дэмэдж с руки. Не, Кентавр, конечно, в инвизии. В смоке бомбу уже засветился. В принципе, Койко действует очень грамотно. Может запрыгнуть Кентавр. Разводят здесь на года. Прыгают, свапают. Выйти Койл. Кентавр. Отличный стан. Зарубили Пака. Ну и уйдет отсюда, конечно же, Рубик. Да, Рубик отправляет в Саверну на 63 секунды. Шторм Спирит улетел. Это есть время для подпуша Медла. Там Т2 еще стоит? Нет. Т2 стоит. Да, есть третий Некрачи. Поэтому Бульдон Гирина должен сейчас поднапрячься и попытаться снести. Либо отойти. Да, решил подсейвиться. Ну вот, конечно, очень хорошо Инвизом, Кентавром спалили всю контору, забейтили на года, развели команду на инициацию и в итоге, собственно, хорошо подрались. Бульдон Гирина должен сейчас поднапр... К сожалению, у них не хватает Хард Дизейбла, кроме стана Кентавра, чтобы еще и Сторм Спирита спокойно забирать. Вот. И поэтому убили только двух героев. Там очень крутой подсвабу, на самом деле не успели зафокусить. Ну, это все практически сделал Кентавра в Инвизе, который полностью давал вижн по команде Тим Тинкер, он их вел, 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 вел. Все ждали Virtus.Pro, им просто надо было нажать пару-тройку кнопок правильно, зная, что их надо нажать. Если бы это было все неожиданно на Некрофоса, то все было бы, я думаю, иначе и больнее для ВП. Да, ну что здесь? Сларк, пытается грызть, пошли Некрофоси, Сларк. Достанет ли станом Винга, достает, и Волга должен умирать. Потому что в КТ коса, можно было бы, конечно, забрать косой, но не получилось. Там, конечно, у Винги всего первый уровень стана, если не ошибаюсь, там дамага вошло очень мало, да. Там дело не в дамедже, главное было зафиксировать цель, да, но часто стали сейчас Винги качаться через первый уровень стана, они используют его как дамеджи наносящие, его используют просто в качестве небольшого дизейбла. А это линка, что ли, будет? Да, это линка. А, я подумал, что вот, собственно, в Хекс уходит койпа, но, видишь, не догадался. Ошибся, ошибся я. Это будет линка. На самом деле, если он отлинкует стан Винги, то он фактически вообще его не фиксирует никто из команды ВП. Ну, мы здесь больше против Рипера, потому что Рипер очень сильно фиксирует Шторм Спирита на месте, даже если он его не убивает, он ставит его на месте, знает, что ОБЗ, скорее всего, Шэдоу Дэнса нет или уже откатился. Да, он уже откатился, на самом деле. Откатился, достаточно маленький там кулдаун. Койка его отлично, конечно, видит через вот этого Шторм Спирита. Пошел Дарк Пакт, дает понять Шторму, что скинуть не получится. Точнее, накинуть Орчет не получится, я его сразу скину, ну и приходится Шторму отступать. Аганим есть у года, байбеки теперь запрещены, даже если на них хватает денег. Ну, на 23-й минуте ты на этом не сыграешь, это 100%, а вот спустя еще 15 минут, 15-17, ты с помощью этого можешь выиграть игру. Ликантроп, кстати, в этой игре на этой карте что-то вроде собрался даже, хорошо появились достаточно ранние первые некра, учитывая того, насколько они плохо отыграли стейдж-линию. Но не пушит, только Т1 забраны, и то даже не на всех линиях команды ВП. Ликантропу сейчас очень трудно пушить, ему надо собрать себе БКБ, я так подозреваю, что он его и собирает, появляется... Нет, это травела! Ой-ой-ой-ой, Ликантроп решил поиграть в Red Dota, причем очень сильную Red Dota. Почему он сделал выбор именно в такой артефакт, я пока не понимаю, то есть... ТП нету встроенного, да, я понял. Поэтому сразу надо покупать. Ну что, будет, кажется, Смок от команды ВП. Ну, не знаю, им надо вас... Нет, они что-то собрались вместе, поставили сентри и после этого разошлись снова. Рубик. Рубик ползает при сам, чуть подфармливает, здесь же Койкова. Койкова давно уже не наводил никого Шухера на карте. Да, получит сейчас 16 уровень, на линку у него уже хватает, надо просто забрать рецепт, купить Персиверенс и линка будет, но в любом случае Орсид сейчас пока не окупается, потому что он его собрал уже на 18-й минуте, сейчас прошло длительное количество времени, а фрагов соло практически нет, хотя по карте кто-то ходит. Там был буквально один выход на Дазла и все. Опять-таки, БЗЗ снова... Я тебя снова прощаю, брат. Твоя вада, короче, бах, передался. Тебе водить. Тебе водить, теперь ты меня догоняй, дай. Теперь ты со мной бегай. Смог появился там у Винги, возможно, сейчас соберутся будут куда-то выходить и медалька появляется у Дазла. Будет немножко легче фокусить кого-то из более толстых героев или хотя бы забирать Рошана. Ну, под Рошана, кстати, она очень хорошо заходит. Кентавр, врыв, попытка цепануть Ская, Скай. Дабл-клик Даггера. Он откинулся назад. Дабл-клик Даггера от Седова, он отпрыгнул к себе на базу. Таким образом, они не цепляют Скайрафа, не фиксируют его, был потрачен стампид впустую и они просто расходятся. Стампид не жалко, но жалко то, что Т2 на топе сейчас может осыпаться. Шторм Спирит прилетает сюда, Глот. Идппаун. Они просто разлетаются. Да, конечно, дабл-клик Даггера к себе на базу, это такое себе вырвалово. Да. И это дает, кстати, Ликонтропу возможность пропушить здесь линию, хотя здесь его уже ждут. Пытается убить быстрый Некрача. Мне кажется, здесь Некр, а вот. Некр здесь все нормально. Некр не успел, забить, там заденает. Уже заденает. Ну что, Шторм Спирит с Линкой уже давно пытается хоть что-то сделать на карте, но ничего пока не выходит. То есть, он ходит, ходит, фарм у него есть, он забирает леса, он забирает линии, у него вроде по деньгам все неплохо, топовый Нетворс на карте, следом идет Ликонтроп, но он сделать ничего не может. скади появляется у Сларка. Ну и что, следующий артефакт Башар Абзал Блейд и все. Да, вряд ли он здесь будет собирать БКБ, у него и хватает собственных спилов выходить из практически всего, что против него кидают. И тут, наконец, врываются такие на Скараб Мага. Накрывают его ультимейтом, 70 секунд без права байбека. Пойдут сейчас на Рошана, знаю, то, что без Кая драться вряд ли пойдут, правда, этим же моментом воспользуются ребята из Тим Тинкера, пытаются забрать максимальное количество ТВ-ров, начнет шторм с топа, пошел фортификейшн, Рошанчики здесь бьют, да, но это будет Рошан на Т2, потому что Койкова эту вышку добьет. Пошел, одно ТП. А, это прилетает Ликонтроп, почему? Вейл оф Террор, ну и придется, наверное, как-то... А здесь уже умер Рошан, и они просто от ТП-шатся и задефят. Тавр получит где-то там 200-300 урона. А не факт, что у всех ТП есть на самом деле. Подходит Кентавр, пошел стан, Сайланс, Дрим Койл по двоим, БЗЗ в Кримсон Гвардии, прилетает сюда Винга, Винга, не подцепило никого, грызут Некрачи, поднимаются опять на хайграунд, их задача протаранить Т3 по максимуму. Тррррр. Приходят еще Крипы, и они вместе с Крипами побьют этот Тавр. А нет, уводит он Некрачей, не хочет отдавать... Не хочет отдавать 400 голды. Как же долго сидит Sky в таверне. Вроде как саппорт, но и за счет того, что вы отправили Косой, то жить там будет очень-очень... 2700 уже снова у Больденгарину. И что это будет следующим айтемом? БКБ? У кого-у-у-у БКБ? У Ликантробы? Ну, у него есть деньги, что-то купите, но он пока... Да, он скорее всего будет собирать БКБ либо Кирасу, то есть вопрос, в какую доту он будет играть. БКБ, если он собирается драться, Кираса, если собирается также в Крысу сплитпушить, она ему очень много толку принесет. Минус армор по ТВ-рам и Крипам, и он их будет испепелять просто своими волками и Некрачами. Опять по ботаму давление, вышка здесь тоже на грани, как и в Медвен, а в топе уже Т3 наполовину сгрызли. То есть вот такой дотой в теории Тим Тинкер могут выиграть, потому что ВП не делал каких-то очень агрессивных действий, они забрали Рошан, у них по сути сейчас есть Аегис, который неплохо было бы реализовать, но они не торопятся этого делать. Просто как-то продолжают пассивно играть. Вся надежда на Сларка, то, что он жутко перефармит, Аегис, кстати, у него. Да, в данный момент еще достаточно много таверов стоит у Тинкеров на карте. Они ни одного еще не потеряли на верхней линии, только по одному потеряли на остальных. Так что можно будет посмотреть. Так, тут ТП, будут ли как-то ловить, будут сейвить Дазла, Мека, отхил, Койква прыгает дальше. Вот сбили линку, пошел Рипер, накрывает Шторас Перета, 100 секунд его не будет. А вот теперь самое время агрессировать команде Виртуз Про. На ботаме стоит Т2, они должны идти ее забирать, Варраннер динает вышку. Рубика поймали на руне, он там пытался стянуть что-нибудь по полезней, но стянул Дарк Пах, Дарк Пах ему не особо помогает. что 80 секунд нет Шторас Перета, это один из скорых героев, который может цеплять, заткать Сененсом, Дазл появится через 20, Кентавров, танковый крипков, Дабл Эрж, да, знает, что подхил от года, если что, будет, и должны идти толкать, просто идти толкать Т2-11, что надо приостановить вот эту гадусь на топе. БЗЗ вскрыл Курьера, в нем, кстати, был, я так понимаю, Митрио Хаммер, который летел. Ну и Кентавра, Митрио Пушет, подходит Винга, чего бояться непонятно, 50 секунд врыва никакого не будет, что Скай, ну из-за того, что слишком разделились, вот только теперь уже все члены команды Virtus.pro стянулись снова на мид, и теперь нужно начинать действительно сильно осаждать. Сайленс, Сидой, надо подкирить, пошла Мека, все нормально у Сидого, пытается прочитать станом Пака, не получилось, пошел свап, подняли здесь БЗ, но у него Аегис, затянул на хайграунд, его еще и Рубик, Рубик уйдет, наверное. Да, уйдет Рубик, а вот Вышка не уйдет, Вышка падает. С Хэр оф Мак там только у менял Глот Прейдл, Ультимейт и... 75 секунд без Рубика. Какая же четкая игра от года, у него Мега Килл Стрик, плюс 4200 в кармане, 32-ая минута, БКБ появляется. БКБ покупает год, Кентавр. И снова эти качели уже у нас, получается, четвертый раз за игру меняется команда с преимуществом. Да, 4000 по XP преимуществует Virtus.pro по деньгам выигрывает совсем чуть-чуть, но Ликантроп здесь не должен давать покоя, появляется у него, как я и говорил, Кираса, то есть к нему, я так понимаю, летел Рецепт и Чейнмел, то есть Кираса у него готова. Вот решил все-таки играть в Крысу Доту, ну и запак у него правильный. Ну, дезолятор. Рисковный артефакт недостаточно. Кираса работает на всю команду сразу. Минус армор, плюс армор против того же Сларка, дезолятор работает только в дэмэдж. Так, на годы будут как-то пытаться прыгнуть, или Квайк вот здесь просто стоит и думает, а может я еще кого-то цепанул. Страхует здесь Седо его, вот на Седова он возможно и влетит. Он ничего не сделает ему Шторм Спирит. Здесь подтягивается команда Тинкер, но они идут по ворду и их полностью видят, поэтому просто отходят Вертуса. Они в смаке идут, поэтому их не видят. А, в инвизии, в инвизии идет рупак. Риск. Он риск. И возможно захотят уже здесь подраться Вертуса, пока команда вся стянула сюда. Вертуса должны хотеть подраться, пока у них есть Аегис на Сларке. Они должны его реализовывать. Бегает здесь Бульба в инвизии. Что здесь? Кримсон Гвард 2000. БЗЗ продолжает фармить. 5 минуты Рошана скоро появится. Точнее пропадет уже Аегис. Уже пропал. Пропал уже. Да. Ну все, теперь только Т2 пропал. Только что пропал Аегис. На Башер, в принципе, с райт-клика хватает БЗЗ. Тут, правда, конечно, не факт, что он его будет покупать. Лучше оставить на байбэк. И забирают они Тауэр на топе. Гот вышел, кстати, снова на первую строчку по Нетворфу. Оп, минус. Даззл. Все-таки... Все-таки Койгва нашел свою цель, которую можно забрать. Собственно, он только этого Даззла и хейтит, потому что только его соло он и забрать может. Может быть, еще какую-то вингу, но она уже немножко плотнее, чем хотелось бы. Воскрешается Курьер. В Курьере был Солу Ринг и рецепт на Блудстоун. Это даже не артефакты были Ликантропы, это был артефакт Шторон Спирита, который добирает себе Блудстоун. Кого-то подцепят. Ликантроп, Форма, Винга, Будлистан, Свап, Жотм, Мистик Флэйр, Жотм должен рассыпаться. Зафокусили очень быстро, накрывают еще и Рипером, 100 секунд не будет Ликантропу. Койгва практически без ванны, за ним еще продолжают идти, но он уйдет просто на чуть-чуть. Там, кстати, снова накрыл Рубик ультимейтом, Рипером, Вингу. Байбэк Винга сделать может, а так в таверне сидеть 80 секунд. Ну что, 100 секунд без Ликантропа. Защитились от сплитпуша, после БКБ у года уже есть 300 на руках. Некрофос имеет 3 300. Можно собрать какой-то Блудстоун или Рефрешер, просто чтобы... Да, Рефрешер очень будет актуально смотреться, если двух ключевых героев отправить в таверну без байбэка, это стопроцентная ГГ. Тут даже не обязательно из-за того, что вот двух ключевых героев без байбэка в таверну. Тут двух на пол хп героев просто убить за 3 секунды. А у Сларка также 4000 на руках. Может БКБ себе какое-то позволить. По ботому приходит код. Кентавр рядом, понимает, что Шторм с двумя не разберется. Подходит сюда еще и Сларк. Латтон дособирал уже Койква, но здесь собственно сильно пушит команда Вирфтуспро, и они могут поконтестить еще и следующую линию. Нет, решают отойти, решают сыграть на Верочку, не хотят очередной раз переворота графиков, они наконец-то отвоевали себе то преимущество, которое они зарабатывали уже 25 минут назад, вот, и поэтому будут скорее всего ждать Рошана, ждать появления артефактов УБЗЗ, вот он только сейчас собирается купить Башер. Ну, на самом деле они могли спокойно подходить к ХГ и немного его потолкать, потому что Ликантропа не было еще 20 секунд, а без Ликантропа там драться не получалось бы. Что у Шторнферита в Адстоун, тысяча на руках, все еще тусит в чужих лицах, пытается вылавливать здесь какие-то одинокие заблудшие таргеты. Башер появляется у Сларка, докупает, ну, кстати, Дабзал Блейда не так много остается, с его-то количеством фарма, БСЗ, Сайленс, Шадоу Блейд. И сейчас на развороте могут попытаться убить. Ну, вряд ли. То есть стан Винги здесь не долетит. Да, это Паунс, он как бы очень крутой, но Шторм Спириту он не контрит. Не хватало еще какого-нибудь лочащего стана, Сайленса, которых, собственно, и нет у команды в Вертус Прой, кроме вот этого рейндж стана Винги или мили стана. Он забирает руны, постоянно Бульба Инвиза, контролит час года, вроде как показывает его. Год может пытаться сделать паут, вот сейчас понял, что здесь что-то неладное. И Орву зажал. О, да, накрыли у тиммейтем, пережил Рипер, отправляется в тавер на 8 секунд, попытка загрызти Кентавра, Кентавр может и погибнуть, Кентавр тоже в тавер, но байбайки есть. Как хорошо здесь подрались-то, тимкира поймали, они подумали, что подержат пака в лесу кого-то в Инвизе, они не знали, что это обязательно баг. На самом деле драка очень похожа на ту, которая была на топе, когда Кентавр был в Инвизе, то есть он вижен полностью дал и ВП надо было дать просто несколько кнопочек. То же самое тут получилось и Тим Тинкер. Они запалили героев нужных. Сларк где-то просаживается, сайленсы, 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 не дают нажать даркбак, будет ли какой-то дизейбл, Сларк погибает. А вот это может быть уже собственно расход на байбай. Дазла, пошел свап, Дазла погибает, Жотман скорее всего тоже уедет в таверну, нет маны сейчас, но блатсоны работают, поэтому запрыгивает наверх за Жотман, надо просто поспамить чуть с пылами, да, Жотман сейчас должен погибать. Минус Жотман, это минус 5, это минус 5 и заход на хайграунд. Некрачей нет, но под хаулем тут и так будет все осыпаться очень быстро, байбайкбак, выкупаться всем. А ну, должно быть они уже наверное кентавра, два кора выкупаются, они теряют таким в итоге тавр и где-то половину своего рожевого барака. Сейчас неплохо бы зайти на Рошанчика, должен его прочекать шторм спирит или кто-нибудь, стоит, а нет, не стоит, сейчас встанет Рошан, доброе утро Рошан и его должны забирать. На самом деле сейчас очень сильно изменились графики, я уверен, да, мы смотрим опять с 5-й раз, с 5-й раз за игру. С 7,5 даже тысяч до тысячи преимущества для Тим Тинкер и по ХП то же самое. То есть отыграли полностью все, что есть, у Ликантропа хватает на какое-то БКБ одним кликом, шторм спирит также имеет 3200 и 10 блатсонов рейснется очень быстро после смерти. Ну и мы сейчас просто купить, я не знаю, БКБ наверное тоже. БКБ, линка и получится, что сбить линку можно будет только рипером. Потому что в БКБ больше ничего не работает. Это будет очень сильная контра. А ПАК тоже собирает линку, кстати. Но будут всячески сейвить Квойкву, будут всячески сейвить Ликантропа. Так что правильно, конечно, линки здесь оправданы, артефакты. Локдауна у ВП не настолько много, а вот именно точечных спилов, которых очень надо заэвейдить, есть. Старпиды. Старпиды. Паромный Кентавра. На самом деле Рубик здесь по... Если его рассматривать как поварюги с пылов, он отыгрывает очень хорошо. То есть постоянные риперы, постоянные ультимейты какие-то, цепанули, ПЗЗ, будет ли хоть какой-то в рейф, Мистик Флэр, жет, свапнулся, жет, но тут же рассыпался. Кентавр пытается запокусить. Отличный, да, блэш по твоим. Рубик, еле живой. Шторм. Шторм опять истязал тонких героев и ретируется. То есть разменялись сейчас саппортами. Рубика и Скаймага на Вингу и Дазла. То есть все ровненько. Единственное, что Шторм получил немножко бонусов в виде блусонов и у нее еще быстрее надо рефицироваться. Идет в Хекс. Это уже однозначный Хекс. А вот что он собирает Ликантроп? Делает Ликантроп, Ликантроп собирает рейнджовый барак попытку у него собрать. И возможно скорее всего получится. Да, минус рейнджовый барак. Под Хаулем, Паникжа, Волки. Ультимент Орб есть у Ликантропа. Тоже Линку? Тоже скорее всего Линку с Кадди вряд ли ему здесь надо. А что он еще может собрать? Хекс тоже? Хекс. Ну будет очень странно смотреться на самом деле. Хотя чем черт не шутит? Безезе. Ну почему бы и нет? Монопол большой. Может попытаться даже баунсом цепанул. Формы нет. Попытка сделать тэп аут. Проходит баш. Кайкантроп просто пытается уйти. Но подскайд это сделать очень трудно. Чайс там бит. Ну и затык. Умрет здесь бульдог. При этом тьму статов навырала. А, купил он кстати перед смертью что-то. Если не ошибаюсь это как раз рецепт на Линку. Да, рецепт на Линку. Все по стандартику. Точнее ну когда ты играешь против вот такого вот Некрофоса тебе это надо. Некрофос не стал собирать рефрешер. Собрал себе Шиву и 1800 на руках у него остается. Ну и что год будет делать? 1900. Потихонечку стороны осыпаются. Кого-то поймают здесь? Да, подцепили. Подцепили БЗЗ. Сайлент залетает, что раз берет, минус БЗЗ. А у нее нет байбека. У него 90 секунд нет байбека. Если сейчас Ликантроп выкупается, прямо сейчас выкупается, летит сюда с травелов на топ, это может быть минус сторона. Не хотят рисковать, потому что опять-таки если он выкупится и зайдет сразу же умрет от какого-нибудь рипера, то будет в таверне очень долго. Там Сварк поднимется и они пронесут, потеряют и не одну сторону наверное. А поэтому лучше наверное дождаться респауна по таймингу. В любом случае крипы вот сейчас подходят, появлялся Баликантроп, можно было бы лететь с травелов и пытаться сносить. Шторм 2000 на руках, Линка вот-вот появится. Линка уже есть, Хекс как раз уже достаточно скоро появится. Зати еще тут небольшой перед бурей, оба керри команды ВП и керри команды Тинкер были в тавернах, сейчас собственно Ликантроп встал, отпушивает мид. На самом деле Сларк здесь Пентворс очень сильно проигрывает, мы видим БЗЗ и мы видим Ликантропа, это 5000 преимущества, если смотреть на Шторм Спирит, это 7 с лишним 1000 преимущества. Рошан, кстати, стоит, Вижен на Рошане есть УВП и возможно Ликантроп именно туда сейчас заходит. Да, 15 секунд Сларка, Рошана должны забирать очень быстро. Под Хаулем и Снекрачами, которых, кстати, не юзают в какой-то причине, несмотря на то, что здесь нет медалек и так далее, и Рошан смотрится довольно-таки плотным, не юзают, просто бьют руками и вроде как справляются, да, справляются, падает Рошанчик, дефа здесь никакого не будет, а Еггис для Ликантропа теперь убивать его надо два раза и возможно теперь пойдут толкать ботом. Наверное, самое правильное решение. на этом этапе уже и спорный вопрос для кого Еггис. Можно и Шторм Спириту с его потрясающим нетвортом и набором артефактов брать Еггис на себя. Шторма здесь просто цеплять практически нечем. Шторм прекрасно понимает, что с его манно-регином 13-ю блуслоунами его подцепить практически нереально. Оликантропа мы видели, то есть один Сларк его в соло без всяких дизейблов кроме паунца и башера спокойно его вынес. Да, конечно, он его подловил на отсутствие формы, но у него часто нет формы. Да, еще и на баш как бы повезло во время ТП-аута. Ну, с атак спидом Сларка это трудно сказать, что повезло. Там реально он очень хороший, особенно с ворованными статами, то есть две атаки в секунду, за три атаки он за три секунды делает шесть атак, а шанс баша 25. То есть в теории если брать Ну, это псевдорандомный шанс башера. но так как бы если брать один из четырех ударов, то за три секунды четыре удара он делает легко. Так что наверное очень повезло бы Ликантропу если бы этот баш не прошел. Охота здесь за Койквой, но поскольку у него огромный монопул, он может просто через всю карту убежать, еще и ДД забрать по дороге. Да, пойдут топить ботом сейчас, должны по крайней мере реализовывать Аегис, как по мне. Хватает, кстати, на линку, но по какой-то причине Ликантропу ее себе пока не тарит, при том, что даже слот под нее есть. Ну, копит на байбэк, хотя мы знаем, что байбэки в этом игре гораздо менее эффективны. Но все равно понимаешь, у него еще и тревела есть, то есть Аегис Аегисом, если вдруг его как-то убивают два раза и в это время поумирало достаточное количество ВП, и причем его не добили рипером, то он может выкупиться, портануться на базу и донести все сам. Ну да, но это очень так абстрактно, с линкой гораздо меньше шансов, что ему вообще этот рипер дадут. Ну, я тоже подразумеваю, что он все-таки ее купит перед следующим большим замесом. Вот сейчас, наверное, Кура уже с рецептом направляется. Ну, если там только рецепт, то да, Кура скорее всего пойдет. Фарм Эншентов. Хекс появляется у Шторм Спирита. Зейбло еще больше теперь. Ну, на самом деле, игра перешла немного в такой вот рутинный фарм. Тим Тинкер выигрывает очень сильно сейчас 7500. БЗЗ. Видит Шторм Спирита. Обзал Блейд у него нет. Не хватает совсем чуть. Риминант взорвался. Койко видит, конечно, что за ним идет, чисто из-за того, что Риминант взрывается. МП Риген. 67 секунд. Ну, 68. 68. Просто мрак. 68 в секунду. Банка? Не, не слышали. Зачем нам банка? Какая банка? Банка столько не регистит. Типа, сколько это получается? У него, ну, почти 3000 ман, за 50 секунд он устанавливает фуллман. Даже меньше там, то есть 40 с небольшим. Запрыгнул Шторма, подцепить его нереально просто. Даже если бы вы сейчас подцепили, что дальше? Дабл Эрш уходит в линку и чем фокусить? Ничем. Шторм снова фулловый. До конца Игис еще полторы минуты. На ботами напрягает немного ликан троп с волками. Ну, линка у него приплыла. 2800 еще на руках после линки. Сплит пушить. Причем, явно на самом деле всю команду ВП отправил вместе с ликаном сплит пушить, потому что Койква и так через весь экран к ним с верхней линии прилетит в драку. 2700 монопулу, ему теперь остается только, я не знаю, ПТ дропать, потому что у него уже есть Трэм Вау Шторм Спирита и собирать какую-то Шиву. Вот Шива ему зайдет идеально, я думаю. Да и выформит он ее Шустер с таким напломом. БЗЗ, подлетели, Хеакс, Сайланс, Дримкуэл, Мистик Флэр, минус БЗ. Там байбэк у нее есть и на него пойдут разводить. Ликантроп в это время на ботами, с Линкой, с Некрачами, с Аегисом, ничего особо не боится. Должны разводить, честно. Просто придется делать здесь Ларку байбэк. Прилетает Саликантроп. Собственно, да, Ликантроп присоединяется к тем мейтам на верхней линии, очень быстро будет падать этот тавр и сторона не менее быстро. Запрыгнули. Шива, Некрофос, пытается зафокусить Рубика, можно его отправить в таверну, запрыгивает Сларк, не хочет тратить на них Рипер. Прожали уйму БКБ здесь. В это время Койква ТП шнулся на нижнюю линию и убивает здесь Барак. Койква, Дабл Эйдж в Линку, как я и говорил, подходит Дазл, Пожжен Тач, и он просто улетает от тебя. Сделать ничего не получится. На самом деле непонятно, чего псыкнул Бульдог. Бульдог, который с Аегисом и Линкой. Фуловый Ликантроп. Да, без формы, но мог также добежать до ботомлейна и пытаться пропушить, тем более, что фортификационный нет БЗЗ. После Байбэка Шторм Сперед залетает, Хекс подцепил. Это минус БЗ после Байбэка. Это скорее всего ОГГ. 100 секунд. Да, просто Шторм Сперед сейчас немного побайтит на себя, попытка сделать ТП-Аут, встал за кустиком, знаешь, за одиноким таким и улетает. Наверх и просто сносит там в сторону. Он далеко ТП-Аут не сделал. Он тут, он локальный, пацан. Накрыли, но есть Байбэк. У Шторма есть Байбэк. У него была слона и так быстро лестница, пошла форма, линка, мидл можно погрызть, можно не грызть. В любом случае Барак упал, это ранджовый, но еще одна сторона будет пушиться. Шторм Сперед появится очень скоро и они должны реализовывать этот Аегис и идти пушить. То есть пока вот минуты есть, форма еще появится, зная то, что нет фортификейшна, можно заходить на хайграунд. Почему Бульдог так пассивно ведет себя в драках, я не знаю. То есть ему достался кор-герой, который уже неплохо выформил, который может по сути где-то и потягаться, но он даже с Аегисом постоянно пытается избежать драк. Аегис как раз у него пропал вот только что. Ну теперь да, у тебя Аегиса уже нет. Этот Койл, который летает за ним по всей карте. Вот подцепили, будет ли продолжение. БКБ. Ну и в итоге Кентавр. Джеракс просто подставился. Джеракс подставился, причем под Шторм Спирит и его отсюда не отпустят. Шторм тут не прощает, он залетает практически с любой стороны и наносит ему дэмэджи. У него по-прежнему есть ПТ, несмотря на то, что денег хватает уже на какой-то нормальный слот 3000 с продажей ПТ, это 4,5 и спокойненькую какую-то шивку можно себе прикупить. Подняли года, БКБ все еще есть, и Контрол бегает, начинает кусать года, он ничего не наносит, включает Стан, Линку, Сайлотс, где Шторм, Шторм залетает, Шторм в это время допушил Барак на топе. Ну, это ГГ, пользу Тим Тинкер, здесь сделать наверняка ничего не получится, на ботами также крипы уже вместе с Никарачами сожрали вторую сторону, остается только Мидл. Виртус Про зажатый с двух сторон, который, кстати, неудобно дефать, потому что они на разных сторонах и будут сейчас потихонечку падать Т4, что-то купил себе Шторм. Шторм купил себе Шиву. Ну, еще Шиву саму не купил, летит за Мистик Ставом. Сейчас подаст ПТ как раз, чтобы ему хватило, и все, у него уже будет. Да, это сколько там монопулов? 3200? Неплохо. Разбирает руну Инвиза, 75 Регена в секунду. Мановой туда на пустую вану убьет всех просто, кто будет рядом. Всю команду, да, и даже не рядом, он глобальный. Другое дело, сколько Аэму надо бить этого Шторма, чтобы выжечь ему всю ману. Ну, или насколько Шторма надо далеко залететь. Ворваться. Хорошо. Так и будет. Сейчас попросим. Сейчас Магнуса и Аэму в студию. Сейчас мы свапнем у ВП кого-то на антимага, попросим их всех постоять вот это вот минут 10, пока антимаг будет пилить вот этого Шторма спирита, а потом даст туда ульт. И все получится. Это будет маленький паровозик, который мог. Единственное, что Шторм не оставил себе на байбэка, так как недавно умирал с Бластоном. Правда, когда это уже вроде вышло. У него уже снова чардж появился правда после этого. Так что... Пак собирает себе Аганим. Это, кстати, очень сильный айтем, который сейчас, если вдруг Трим Койла разрывается, это 6 секунд стана. У нас уже 52-ая минута игры. Если таких будет 3, то мы очень сильно выбьемся из расписания. Но очень команды не умеют пользоваться практически ошибками друг друга. У Тим Тинкер задумка на сплит-пуш. И они, в принципе, ее реализовывают, пусть немного позже, чем она должна была заиграть. Им пришлось играть через Шторм Спирита. Таковым самым главным героем на карте сейчас. А ВП пытаются дефать. Ну не в любом случае. То есть Ликантроп остался в роли именно сплит-пушера, причем еще и достаточно сильного керри за счет того, что он как бы формиет много по умолчанию. А Койка занял лидирующую позицию именно основного киллера, который летает, убивает. Грызут волки вышечку птиконечку, прилетают сюда год, да, пытаются всячески дефать, но прекрасно понимаем то, что две стороны пушатся, Шторм тут будет помогать залетать и убивать крипов, Манна Регин ему позволяет издеваться над соперниками. То есть, скажем так, моя ставка это то, что ВП продержится максимум до следующего Рошана. Сразу после Рошана две минуты и игра заканчивается. Я не уверен, что на самом деле Адмирал Бульдог пойдет даже с Айгисом пушить, потому что в этом пацане я вообще никогда не уверен на самом деле. Я много игр его пересмотрел, увидел, как он играет на фурионах и так далее. У него очень, есть Рипер, не убивает Шторм Спирита, потому что он практически фуловый, а сейчас на развороте можно и цепануть. Не хватает здесь пака, подцепили, проходит баш, упрыгивает отсюда койку, грызут здесь года, но вот здесь все это дело переживет. В любом случае отпугнули, Рипер был потрачен впустую, никого в таверну отправить надолго не получилось и они сейчас выйдут на Рошана, они собственно знают о том, что он там. Да, Шторм Спириту неплохо бы на базу слетать по-хорошему. Реген ТМП у него гораздо выше, чем Реген ХП, там кстати Сларк забрал все-таки Скаймага, как-то выцепил еще стоит, Римкоэл, пытается сделать, будет ли Телекинез, есть Еул, БЗЗ, видят, Дарк Пак, недопроигно, пошел Телекинез, должен уронить на Кентавра, уронил на Кентавра, почему-то случайненько как-то получилось, это Пак, БЗЗ, Шторм Спирит, стоит, Ман Реген хороший, пошел Стан, Бульдог, все еще живой, БЗЗ, нагрыз еще и Рубика, БЗЗ, там все вообще великолепно, на самом деле, единственная проблема, то что на топ летит сейчас Ликантроп, у него форма через 5 секунд, Некрачи через одну, и он их отправляет, Он просто отправит Некрачей на Тавр, на миде, и сейчас включит им там через пару секунд, Шторм, залетает почти на фулл ману, подцепил Вингу, закончилась мана, и больше сделать он ничего не смог, постеснялся, разбили Некрачей, Тавр почти упал, на самом деле, да, дефуются в Виртуз Про, но как им выйти с базы, у них нет героев а-ля Медузы и так далее, которые с Плэшом убивают всех крипов, и могут спокойно прилетать, то есть для них таких деф, такого количества сильных крипов, это 1-2 героя постоянно должны быть на базе, причем это занимает очень много времени, потому что с Плэша как такового нет. Ну что, забирает Рошана, конечно же, команда Тим Тинкер, после такой доминации карты им просто физически тяжело было бы его отдать, а в ВП было практически нереально отжать его. Сейчас соберутся и просто пройдут по Меду в пятером. Он и под Риппер не подставится, Шторм Спириту. Эликонтроп это такое здесь, я его не уважаю, потому что играет очень в странную доту. Хотя это Эликонтроп вроде, и самый большой мувспит, не грязни, не хочу, все дела, но подбирал бы долго свое видение доты, как я уже говорил, обособленное немного. Весь мир это знает. Пошел Хекс, пошла форма, заевейдил Паунс, бегает, бегает, Мансит, Укусил, укусил, сейчас еще два раза укусит. Шторм Мансит, да, падает Ринжовый барак, пошел Мистик Флеер, БЗЗ все это дело переживает, остается только милишный барак, сюда же ТП, Сларк, ну погибнет здесь наверное Сларк, Сларк живой пока. Сларк возвращается, под Шедо Дэнсом в драку, отрегениал себе треть хп. Вот они не кратчи пошли, пошли не кратчи, Шторм все еще Мансит, погибает Шторм, погибает он с помощью Рипера, 80 секунд его не будет, это неплохой шанс для Virtus Pro пойти в тот самый последний пуш, но все прекрасно понимают, что здесь есть вот этот пацан. если они пойдут в последний пуш, этот пуш будет действительно последним. Есть каратэ пацанки, ну а есть карасэ, сокращенный пацан, но это бульдог. Вот реально же он практически на всех героях так играет, мне интересно почему, то есть свое именно вот такое, знаешь, взгляд на доту, когда ты видишь не возможность там хорошо подраться, возможность кого-то убить, там отцыпить, а у тебя все время ты опа и видишь ага щель какая-то, можно бараки подгрызть там. Можно там волка кинуть, он мне ударит три раза, снесет там 30 хп бараку и потом вот нам этих 30 хп как раз не хватит. Не хватило. Реально может быть у него какое-то очень глобальное видение игры, то есть подходит З, Сайланс, будет ли Мистик Флэйр, есть Мистик Флэйр, БЗЗ, рассыпался, 90 секунд без вайбэка. И тут же Ликонтроп в форме, Некра через 25, Шторм резницы через 18, и у тебя вроде как есть Айегис. Да надо драться. А он снова идет себе на линию, где-то пушит, что-то толкает. Можно включить Басту? Моя игра, моя игра, песня Бульдога. Только на шведский перевести, и мне кажется, он под нее бы круглые сутки по-бы-котал. А ты же не знаешь, может он так и делает. А может быть, кстати, у него там шведский Басту. О! Ты-ды-ры-ды-ры-ды-ры. Хаул, где Хаул, пацан? Работает, работает. А, есть Хаул. Все нормально, все идет по плану. Вот реально, он адмирал, он же не зря назывался Адмирал Бульдог. То есть, это командир, который видит всю карту с высока и знает, когда можно покрыть вражеский флот, порт. Наверное, он видит, как порт вражеский. Седой уже слишком толстый, не получилось его с Томп Спириту забрать. Еще 40 секунд без Сларка будут попытаться. Попытаться будут они. Ну, подходит за БКБ и просто придет в бараке. Адмирал Барак. Попытается, да? Наконец-то делают мега-крипов и уже будут заканчивать игру. Минус Сларк, запрыгивает Рубик, подняли, Телекинез. Ну, тут на самом деле ВП-ты еще сдаваться не будут. Еще стоит Трон, если что. Ты знаешь, когда игры продолжаются больше 50 минут, я начинаю заговариваться. Потому что, особенно с такими каруселями, как были в этой игре. Оп, упала одна Т4. Лорад Бульдога, он сейчас потеряет. Бульдог, Бульдог. Понимает, это дропа Еггис, только миссифлееров никуда. Подтащили здесь годы, год немного дэмэджа получил. Встает Бульдог, говорит, я не вижу бараков, что здесь делать, надо спасаться. И он текает отсюда. Что делать Бульдогу, когда нечего бить? Такого не бывает, всегда есть Трон. У Бульдога всегда есть цель. Изначально его цели мешают бараки и товара, потом их нет, потом есть Трон. Крипы взяли на себя. Все это дело. Вот. Завидели Шиву. Держит крипов. Ну не знаю, на самом деле, зачем Вертус просто противляются. Да, они могут еще два раза убить всех героев по пять штук, но какой в этом толк, если твой Трон падает? И крипы идут постоянно, год может, бесконечно, конечно, дефать за счет большого количества маны, он может стоять вечно на базе, но отойти он с нее не может, потому что тут же будет двое травелов и полетают. Начинает собирать рефрешер. Попытка сразу двух героев отправить в таверну ключевых. В любом случае, 6 кассерей, кое-как вы, что он может сделать? Джотма ловит вместе с БЗЗ, тут Джотм однозначно умрет. Убили крипана, который тп шелся, забирают БЗЗ и тут же боя от венги. Ну и БЗЗ тоже может сделать байбэк. Только вопрос, зачем? Потому что два игрока стоят на вазе, на байбэке или контропа и пока развести не получилось. Там 10 ладстоунов, реги на МП пока еще хватает, трэвла покупает рубик. Ну блин, на самом деле ВП может хотят вот сейчас за час перевалить. Это какая-то маленькая миссия. Да, у них может спонсорское обязательство какое-то. Реально, надо выбить количество эфира и играть час. Наша команда будет играть как минимум час с любым противником, даже если проигрывает. Если выигрываем, то мы будем разносить там за любое время. Мы можем выиграть быстрее часа, но не всегда. Слушай, гриппы очень сильно бьют. Конечно, их 100 атаки наваливают. Их много, я слышал. Вот они бегут. Гвардейцы адмирала бульдога. Наконец-то его армия с ним. Это его дети. Он их делал в час, понимаешь? Акселерировано так. Наделал себе детей по всем мнениям. Бульдога-семенитель. Он такой, знаешь, выставочный с кучей наград. Именно. Кучей медалей на груди. Бульдога-семенитель? Да. Такой в костюме быка. Так, ну будут прыгать здесь или... Да не будут они прыгать. Я тебе говорю, никто не будет никуда прыгать. Это Тим Тинкер. Если бы капитане у Бульдога... Прийти по тычке скинуться. Там фортификацион есть, понимаешь? Эти волки по сравнению с мегакрипами, у которых два раза меньше дамага и которые просто придут и тык-тык все равно вот засчитывается, понимаешь? Зачтено. Там регенится слишком. 3 хп в секунду. Что? Он запрыгнул, БЗЗ, слаб. А че это за прикол? Его сейчас вытащили просто такие. Будет репер? Есть репер. Ну и опять он переживает, а в это время тут-ту-ру, тут-ту-ту, гг. Вот что тянуть было? Скажи, какой вариант есть выиграть в Virtus.pro? Никакого, абсолютно никакого. У вас нету шанса вернуться в игру. То есть даже с рефрешером поймать и Шторм Спирит или Контропа на одной точке, когда они знают, что там голый трон, нереально. Шторм вот правильно все сделал, он улетел подальше, даже если бы он там сдох, то за это время бы снесли базу. Ну что, мы переходим на наши лица. Здравствуйте, вот мы сидели, здесь комментировали эту игру. С вами по-прежнему студия ReviveTV. И...